Здравствуйте! Сегодня у нас разговор по существу с директором муниципального унитарного предприятия Бюро технической инвентаризации и приватизации жилищного фонда Маратом Зинуровым. Марат Зарифович, здравствуйте! Здравствуйте! С 1992 года у нас была открыта приватизация передачи в собственность жилья в городе Чебоксар, вообще по всей России. И вот сейчас говорят, что с 1 марта 2013 года бесплатная передача жилья в собственность гражданам заканчивается. Что это значит? Ну, что это значит? Во-первых, я немножко разовью эту тему. С 1992 года, как идет приватизация, ну, в частности, по городу Чебоксара, на сегодняшний день уже приватизировано более 119 тысяч квартир. Ну, это примерно составляет 90%, даже чуть больше. И 1 марта 2013 года, это определено законом о кончании срока приватизации. Мы это понимаем так, что до 28 февраля включительно заявления приниматься не будут. То есть вы будете принимать заявление до 28 февраля. 1 марта вы заявление уже не принимаете? Не принимаем. А дальше идет процесс оформления документов по принятым заявлениям. А что будет потом, с 1 марта? С 1 марта 2013 года законом не определено, что будет. Сказано о кончании приватизации. Будет ли платное выкуп жилья или еще что-то. Даже некоторые есть вопросы по поводу того, в какие сроки оформить эти документы. Потому что на это тоже время. Тем более, очень большое количество людей обратилось. Скажите, Марат Азарифович, а приватизация возможна только в вашей организации? Или это возможно делать где-то еще? У нас все данные об объектах недвижимости. В течение этого периода, с 1992 года, этим занимается. Почему нельзя через портал, госуслуг делать такие вещи? Потому что люди, когда приходят на приватизацию, требуются в соответствии с законом конкретные документы. Это в обязательном порядке. Это паспорта членов семьи до 14 лет. Свидетельство о рождении. Свидетельство о браке при смене фамилии. Ордер подлинник. Выписка из лицового счета. Это основные документы. То есть человек, специалист должен посмотреть на того, кто приходит. Посмотреть и сверить с паспортом именно лицо данного гражданина. Чтобы исключить какие-то возможности. Это очень потому, что передача жилья, вы сами знаете, тут объяснять не надо, сколько это стоит, квартира, если ошибиться, и потом через суды отменять и так далее. Там даже если какие-то родственники не согласны с приватизацией, у нас уже невозможно. Да, это будет уже ничтожная, как говорится, сделка юридическая. И родственники могут опротестовать эту приватизацию. Но вообще все, что касается собственности, особенно собственности жилья, конечно, больная тема. И те, кто сталкивался с процессом приватизации, очень многие, по крайней мере, говорят, что очень сложно, очень долго, очень хлопотно, очень муторно, очень нервно это делать. Нужно собирать много справок, отстоять очередь в управляющей компании, прийти к вам, отстоять очередь у вас, подать документы, документы неправильные, пойти опять переоформлять, документы действуют всего лишь месяц. Вот почему так люди относятся? Ну, я объясню, как бы, суть дела, я сразу не начну оправдываться, как бы. Я объясню, что, ну, за управляющей компанией я не могу ничего сказать. Еще раз говорю, требуется паспорт, который у всех дома есть. Требуется ордер, который есть у всех. Единственное, где-то надо, необходимо получить, это выписку из лицевой счета. Раньше ее в МОПе и ЖКХ получили, сейчас в ТСЖ или где-то. Там, где вы платите за коммунальные услуги, в этой бухгалтерии, и вам дают выписку из лицевой счета. То есть там указывается, кто прописан в этой квартире. Все. А к нам приходят? Почему у нас в очереди? Я прямо скажу, вот как только продлили приватизацию в 2010 году, да, и вот люди, вот за этот период, ну, я откровенно скажу, ну, за день, может, 5-10 квартир, так вот, приходили, заявили, приватизировали. Буквально вот до осени, даже до декабря. И хлынул этот поток, вот в декабре месяце 2012 года начались очереди. Мы уже к этому, ну, я не скажу привыкли, а как бы были готовы. Подготовились. Ну, к потоку этому, потому что в 2009 году, тоже перед окончанием приватизации, тогда было принято заявление почти 2,5 тысячи за декабрь месяц. Ну, мы их все приняли, открыли дополнительные пункты и так далее. Сейчас, в декабре, только 750 где-то примерно. То есть почти в три раза меньше. Ну, это говорит о том, во-первых, что люди сами, а не себя, как говорится, наказали. Почему вовремя это надо было же делать, люди же знали. Это по поводу ажиотажа. И второе, я бы подсказал, что люди необдуманно идут, ну, я бы даже сказал, бегут приватизировать. Как бы вот тот приватизировал окончание срока. То есть вы считаете, что необязательно приватизировать жилье? Да, я опять же говорю, я не агитирую ни за приватизацию, и не отговариваю от приватизации. Просто люди должны подумать. В семьях разные, вы знаете, бывают вещи, женился, развелся, дети появились, несовершеннолетний приватизировал, а потом, возможно, он женится, а вот эта вот доля его будет мешать получить субсидию семейную. Потом при разводе начнется дележ, суды, пересуды. То есть не то, что в будущее надо смотреть, люди, никто не знает, что может быть, но продумать надо. Видимо, в народе просто сильна та традиция, что нужно оставить в собственность своим детям квартиру. Ну, конечно, это естественно. И по поводу налогов. Сейчас налоги будут, ну, приватизированная квартира, она уже облагается налогом. И налог вырастет, я так понимаю? Ну, я, насколько знаю, пока еще нет закона, но собирается повысить, да. Марат Зарифович, я так понимаю, что после 1 марта ни продать, ни купить, ни подарить квартиру бесплатно уже будет нельзя? Ну, я считаю, что это, ну, это мое личное мнение, это, конечно, ущемление прав людей. Люди, которые вот сейчас, может быть, дети, они вырастают. Почему они лишаются возможности затем приватизировать жилье? Спасибо большое, Марат Зарифович. Напомню, что сегодня у нас был разговор по существу с Маратом Азинуровым, директором муниципального и унитарного предприятия Бюро технической инвентаризации и приватизации жилищного фонда. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова